Всем привет! Решил записать серию видео на очень интересную тему, которая, с одной стороны, не присуща мне и моему желанию делиться об этом, но, с другой стороны, я вижу огромную значимость в том, чтобы об этом поделиться. Это одна из тем, которые производят большое непонимание, которые производят большое несогласие, можно даже, так сказать, разделение в теле Христовом, в жизни людей, во взаимоотношениях между людьми. И это тема, которая для всех важна. Тема финансы. Я думаю, любой человек и любой служитель, который скажет, что финансы для него не важны, он лжец. Я думаю, любой человек, который здравый и нормальный, который имеет здравомыслие, рассудительность и мудрость здесь, он не может сказать, что финансы для него не важны. О, это тема, которая мне лично не импонирует. Она для меня не важна. Никто, никогда и нигде, не настолько духовен, друзья мои, чтобы пренебрегать этой темой и не обращать внимания на тему финансов. Поэтому приготовьтесь, друзья мои, пристегните ремни. Я буду делиться первое откровенно. открыт. Я буду полностью открыт с вами. В этом случае делиться, как я на самом деле верю определенные вещи. А вы уже принимайте сами, решайте сами. Второе это будет конкретно и напрямую. И в-третьих я попытаюсь это сделать ясно. потому что в эту сферу должна прийти ясность. Я где-то читал, что больше, чем две тысячи с половиной мест писаний в Библии относительно финансов и относительно этой финансовой сферы и финансовой области. Она огромна и она важна. и мы будем где-то выплывать на поверхность. Где-то от чего-то я верю Господь будет отсекать и освобождать нас. Где-то чему-то будет брошен вызов. Где-то нам нужно будет глубокое исцеление. Где-то мы приобретем понимание. Где-то мы нырнем глубоко и посмотрим, что Бог будет делать в течение этих нескольких уроков. Я не знаю, сколько этих уроков будет. Не знаю. Но это то, что я почувствовал в своем сердце поделиться с вами. Как я уже говорил в начале, я обычно не проповедую и не учу на тему финансов. Это тема щепетильная. Это тема опасная. Особенно для многих людей, которые пострадали, погорели на чем-то. В этой сфере очень много экстрима, очень много крайностей. Я думаю, также очень много извращений. я еще расскажу, что человек, который говорит, или служитель, который говорит, что сфера финансов для него не важна, что для него главное духовная сфера, а эта сфера он называет плотской или материальной, или даже не хочет углубляться туда и обращать на это внимание. Я скажу, такой служитель лжец и обманщик. Друзья мои, до тех пор, пока мы будем находиться здесь на земле, до тех пор, пока мы будем ходить по этой земле и совершать свои действия на этой земле, до тех пор, пока мы будем ходить здесь в своих телах и совершать работу, которую Бог нас призвал здесь, на этой земле, до тех пор, пока это будет происходить, финансовая сфера будет и должна быть важной для нас. и в определенной степени значимой для нас. Мы живем здесь на земле. Мы живем также в небесных сферах, потому что мы посажены со Христом, но мы имеем физические тела, которые нуждаются в одежде, в пропитании. Пока мы живем здесь на земле, мы нуждаемся в определенном месте жительства, квартира или дом, или дача, или шалаш, или палатка, или пещера, где бы то ни было. Нам нужно где-то жить физически в каком-то месте. Нам нужно питаться, нам нужно одеваться и плюс нам нужно иметь определенные вещи экстра, которые сейчас стали необходимой, неотъемлемой частью жизни, такие как машина, как средство передвижения, такое, как средство коммуникации, мобилки, планшеты, компьютеры, телевизоры. Мы развлекаемся время от времени, смотря определенные фильмы, занимаясь определенными вещами, и иногда мы отдыхаем, ездим на конкретные отдыхи, конкретные места, мы хотим путешествовать, мы хотим видеть мир, мы хотим пробовать что-то новое, мы хотим одевать что-то новое, и в какой-то степени так мы устроены. То место, в котором живем мы, мы хотим организовать, у нас должен быть интерьерчик, мы хотим картины на стенах, ковры на полу, подогрев полов, то есть все здесь на земле относящиеся к материальному существованию, материальному пребыванию и материальной жизни нуждаются и мы в определенном внимании, в определенном отношении от нас, отношении сердца, отношении души, отношении тела. Даже на материальном уровне есть разные уровни. Есть богатые, есть середнячки, есть бедные, есть те, кто поднимается, есть те, кто прорывается, есть те, кто внизу, есть те, кто вверху, есть те, кто изобилует и те, кто имеет недостаток. И апостол Павел говорил, что Бог учил его жить как в изобилии, так и в недостатке. Поэтому мы проходим этот путь иногда и учимся жить как в недостатке, так и в изобилии. Для кого-то еще это изобилие не прошло, и они молятся и говорят, я уже научился жить в недостатке, когда же в конце концов Господь, ты начнешь меня жить, начнешь учить меня жить в избытке. Кто-то живет и ему хватает. мы не можем сказать, что мы такие духовные, что все, что мы здесь делаем на земле, оно сугубо духовно. Конечно же нет. Есть рутина, есть бытовуха, есть материальное, на что мы обращаем внимание. Или нам нужно становиться монахами, уходить в монастырь, или куда-то в тайгу жить одиночкой, и там самосовершенствоваться духовно. Но Бог призвал нас жить в обществе, потому что мы соль для этого мира, и свет для этого мира, и мы должны влиять на это общество. Поэтому Он не отделил нас куда-то по лесам, по горам отдельно, потому что нам нужно евангелизировать этот мир. Уделяем мы материальному свои физические силы, не так ли? Особенно когда мы работаем на физической работе. Но если даже это работа не физического плана, то мы туда едем, мы там пребываем, мы обратно приезжаем, мы тратим определенные физические силы. То есть в материальное мы все еще вкладываемся. Оу, я не вкладываюсь в материальное. Нет, дорогие, мы вкладываемся в материальное. Мы вкладываем свои физические силы, мы вкладываем свои эмоции. Друзья мои, давайте не будем обманывать сами себя. Когда на карточке на нашем счету достаточно финансов и в нашем кошелечке достаточно денюшек, когда мы купили хорошую курточку Колумбия, к примеру, или хорошие соломончики, и когда мы едем на хорошей машине, приятно нашим эмоциям. О, ты плотской брат. Давайте не будем обманывать друг друга. В определенной степени и в определенной мере в этом нет ничего плохого. Мы вкладываем ментально, мыслительно в материальное. Крутиться, вертеться, находить работу, то, сё, пятое, десятое. Мы также вкладываем время, своё здоровье, некоторые вкладывают, чтобы подзаработать, и они едут на трудные работы, где они могут травмироваться, где очень холодно, где трудно работать, для того, чтобы получить экстра финансы. и заработать эти финансы. В книге Экклезиаста сказано, за всё платит серебро. пока мы не питаемся святым духом. Я бы хотел только святым духом питаться, но пока этого не происходит. Не знаю, как с вами. Может, кто-то из вас стал адептом. Тогда это слово, которым я хочу делиться, не для вас совершенно, друзьями. Поэтому мы сеем финансовое себя. Посвящаем себя в материальное. «О, брат, я нет. Я только пребываю в молитвах и постах, брехло и врун. ты не только пребываешь в молитвах и постах. Ты кушаешь, ты одеваешься, ты ходишь в туалет, ты ездишь на транспорте. Поэтому главное рассмотреть в эту сферу здраво. Не претендовать и не уходить ни в какую супер духовность. Итак, мы вкладываем в материальное. Все мы, кто бы мы ни были, имеем определенный материальный достаток. То есть, мы имеем нечто в нашей квартире. Мы здесь снимаем дом. У нас нет своего жилья, но мы его снимаем. Пока мы его снимаем, мы его имеем. Мы имеем средства передвижения. Две машины. Одна для меня, другая для жены. Потом я расскажу, как это все произошло с машинами. Я верю, это будет увлекательное путешествие. Иногда может я буду позволять себе какую-то актерскую игру даже. Но аллилуйя, слава Богу, мы все живые люди. То есть, мы все что-то имеем в своем окружении материальное и в своем обеспечении. Мы что-то имеем, мы имеем это. Никуда не денешься. Имеем определенный достаток, приобретение определенное. Кто-то имеет очень много, кто-то имеет очень мало, кто-то имеет чуть-чуть, но все мы что-то имеем. все, что мы имеем стоит. Еда стоит, одежда стоит, средства передвижения стоят, очки стоят, все стоит. Почистить зубы стоит, зубная паста, щетка. Помыть лицо, мыло, все стоит. То есть в материальном за все нужно платить. Само по себе с неба оно не падает, и само по себе оно не течет и не приходит к нам. Если мы в материальном мире чего-то хотим, мы можем иметь то, что мы хотим, но за это нужно платить. У этого есть цена. Все в материальном мире имеет цену. Ценник. Поэтому, чтобы платить, нужно иметь финансы. Финансы, друзья мои. у кого-то они поют романсы, у кого-то поют вальцы, у кого-то рэп поют по-разному. Финансы. Поэтому с детства мы учимся этому. С детства мы ходим в магазины и мы видим эти товарно-денежные взаимоотношения. хочешь товар, давай деньги. Хочешь деньги, давай товар. Купля, продажа, товарно-денежные отношения. Этим пронизана материальная структура бытия. она должна быть важной для нас. Она не должна быть на первом месте. Она не должна быть прежде всего, потому что прежде всего должен быть Господь. Ищите прежде всего Царство Небесное и все остальное приложится вам. Проблема приоритетов она всегда была и она остается. Материальное важно для нас. Очень часто, когда мы доверяем Богу, мы доверяем об определенном финансовом обеспечении. Либо на жизнь, либо на служение, либо на учебу детей, либо чтобы поехать отдохнуть, мы также доверяем Богу за материальное. На материальном плане, в материальном мире мы доверяем Господу. Материальное само по себе материально, но движимо материальное. Не само собою, а материальное движимо духовным. Материальное передвижение материальных вещей, структур, финансов, товаров, всем обусловлено духовной силой, которая стоит за материальным и которая движет материальное. В основном это две силы. Это сила Божья и сила мамоны. Вот почему Господь Иисус сравнивает и говорит, не можете служить Богу и мамоне. Кто-то пытается работать, воевать на два фронта, служить в обоих сферах. Не можете служить Богу и мамоне. Мы либо служим Богу, мы либо служим мамоне. Им обоим одновременно, как Труфальдина из Бергамо. Служить невозможно, не получится. Понимаете? Чтоб господам двум услужить, мне надо быть проворным, зато заплатят мне вдвойне и за двоих меня кормят. А я такой не работает. Ты или служишь Богу, или служишь мамоне. И через мамоне, соответственно, дьяволу. Поэтому за материальным стоит духовная сила. Нельзя смотреть просто на материальное, как на материальное и все. Нужно смотреть на материальное, как за ним стоит духовная сила. Материальное служит либо Богу, либо мамоне. Бог есть Дух. Он духовная личность. Но Он становится человеком, облекается в плоть и как Дух живет в материальном мире. Он питается, Он пьет, Он отдыхает, Он одевается. В Его служении Ему служат также не только духовно, но и материально те женщины, которые служили Ему имением своим. Служение материальным Богу все еще важно, все еще нужно, и приемлемо для Господа. Как они служили своим имением Иисусу и поддерживали Его служение материально, но Отец поддерживал Его служение, да, но в материальном были материальные личности, которые, будучи движимы Отцом, высвобождали материальные вещи на служение Иисусу. И у Иисуса были ученики, и они носили с собою мошну, ящичек для финансов, и люди клали эти финансы туда, и пища, и пропитание, и одежда покупалась из этих финансов для 12 апостолов. Поэтому Господь знает, Он сотворил видимое из невидимого, материальное не было сотворено мамоной. Мамона не творец, Бог творец, и Он сотворил все материальное. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Он говорит также в другом пророке, мое серебро и мое золото. Также Он говорит, что все овцы и все волы на холмах Мои. Мамона ничего не сотворил. Мамона пришел со своей системой и систематизировал материальное в противоборство, в противовес Божьему. И распространяет через материальное Мамона свою духовную власть и влияние, но только на тех, кто служит и поклоняется этому Духу. За все нужно платить. И мы это знаем. Мы это знаем. Конечно же, в среде людей также принято дарить подарки и просто благословлять и давать нечто. И не только в среде христиан, в среде мусульман, буддистов, других религий и вообще нерелигиозных людей. Я иногда дарил какие-то вещи и давал, когда я даже и не знал близко Господа. И мне дарили и давали такие вещи. То есть возможно не заплатить конкретно что-то, но что-то получить. но где-то когда-то обратка должна быть и она сокрыта. И рано или поздно что-то поднимается из глубины и ты понимаешь попал ты брат Дмитрий. надо отстегивать. Все мы хотим хорошо жить. Опять-таки если кто-то скажет мне все равно как жить на этой земле лжец и обманщик. Все мы хотим хорошо жить. все мы хотим хорошо кушать. И мы хотим чтобы наши дети хорошо кушали. Все мы хотим хорошо одеваться и чтобы наши дети хорошо одевались. Все мы хотим иметь хороший дом. Я не думаю что кто-то откажется от хорошего дома или от хорошей машины и скажет о это все мамона оно мне не нужно. Мой запорожец меня устраивает. Иди забери, убери от меня этот, убери от меня этот Мерседес. Не, не, нет. Глупец, кто сделает это. На каждого мудреца довольно простоты. На каждого мудреца. Нет, внутри его сердца. У него есть желания материальные, у него есть ценности материальные, у него есть хотения. И когда приходит возможность, он это реализовывает. Позже мы будем говорить, как люди служат мамоне, как христиане служат мамоне. Что делает мамона в их жизни. То есть я думаю, это будет интересно, познавательно, ну и освободительно тоже. Это то, о чем я делюсь с вами не ради информации, а ради того, чтобы Господь реально в этой сфере преобразил нашу жизнь. Наша шкала ценностей. У каждого из нас есть шкала ценностей. У Бога есть своя шкала ценностей. Некоторые вещи нравятся мне, которые не нравятся другим. Мы будем позже говорить о хобби. Как различаются хобби. И для кого-то что-то будет незначимо. Какая-то марка. Какая-то монета. Где-то ее там откопали на раскопках. Кусочек металла с изображением какого-то чудика там. Да я и десяти рублей за нее не дам. Зачем она мне нужна? Но для кого-то это будет высшая степень ценности. И кто-то вложит миллион, чтобы иметь эту монету. И обладать ее. Пусть даже другие не понимают ценности и значимости. Видите, кто-то не понимает ценности и значимости чего-то в материальном. Потому что его собственное понимание на шкале ценностей и значимости совершенно в другом критерии, в ракурсе и в сфере. Вы можете сказать мне, О, брат Дмитрий! Я купил такой мотоцикл! Это просто бомба! Для меня это вообще неинтересно. Ты просто не представляешь, какой у меня компьютер и что он может. Мне это безразлично, какой у тебя компьютер. Мне все равно. Но если я увижу классный меч Или какое-то кольцо с дорогим камнем. О, вдруг мое внимание привлечено! И моя система ценностей начинает работать. И для каждого... Так, для кого-то... Слушай, меч! С чем он тебе нужен? Кому он нужен? Да, я тренируюсь с ними, но все равно. Или даже одежда. Вы можете, наверное, сказать, Крюковский, мы что-то тебя видим в этой синеньком свитерке. Уже примелькался ты со своим синеньким свитерком. Вообще, одежду я ношу По критерию удобства. Если какая-то классная, красивая одежда, Она неудобна для меня. Вот я как-то не принял ее. Она висит себе в шкафу и все. Но этот вот... Пайточка. Удобненькая. Халилюя. О, может, второе служение надо вот так сделать. Поэтому Кому-то пришли деньги Определенным образом. Пришли деньги. Все, ты получил деньги. У тебя есть возможность потратить их. Как ты их будешь тратить? Ты будешь их тратить Соответственно Твоей шкале ценностей и значимости. Никуда от этого не денешься. Эти вещи существуют. И так, когда мы говорим О взаимодействии в материальном, Мы понимаем, Что материальным все еще Я могу Служить Богу. Мы приносим Богу Жертвы духовные Хвалу Прославление Поклонение Молитвы Но мы также Задействуем материальное В служении Богу Мы задействуем Электронику Средства массовой Информации Для служения Богу Делясь одеждой И пропитанием Мы от лица Бога Благословляем Других И люди Видят Наши добрые Дела в материальном Мире Когда материально Мы Благословляем И прославляют Отца нашего Небесного Видя наши Добрые дела Мы можем Материально И должны Быть огромным Благословением Иногда Брат или сестра Во Христе Не нуждаются В наших молитвах Я понимаю Все мы Нуждаемся В молитвах Друг друга Но иногда Есть конкретная Нужда У брата Или сестры У меня Здесь есть Тот дом Где мы снимаем Есть Ворота Есть Калитка Которая Выдвигается И задвигается Такая Едет На кнопочку Нажал С моторчиком И были ситуации Когда она ломалась Мне не нужны были Молитвы Кого-то Мне нужен был Конкретно Брат Христианин И я позвонил ему И он знает Как с этим разбираться И он пришел И починил Он сделал Доброе дело В материальной Сфере Но я После этого Благодарил Господа И говорил Боже Славлю И благодарю Тебя За этого Брата И за то Что калитка Починена Машина Прокол колеса Устранен Благодарю Тебя Господь За финансы На бензин Которые Высободились Понимаете Материальное Все еще Служит Богу Если оно Правильно Задействуется И используется Нами По воле Божьей Это доставляет Славу Богу Есть люди Которые имеют Дар Даятеля Даяние У них не только Дар давать У них есть что Давать Есть люди Говорят У меня дар Даятеля Но он ничего Не дает Нет Даятель Дает Он щедрый Даятель У нас есть В церкви Такие Щедрые Даятели А есть Кто Жмоты И Скупердяи Они могут Называть Себя Как угодно Но они Жмоты И Скупердяи Перед тем Как мы Закончим К чему Я это все Веду Друзья К тому Что надо Учиться Смотреть На материальные Вещи Таким Образом Что Они должны Служить Богу Они должны Быть посвящены Богу Они Должны Быть Тем Или Иным Образом Задействованы Для Бога Это Не значит Что я Что-то Не могу Иметь Что Напрямую Не имеет Какого-то Отношения К Богу Это Мне Приятно Может быть Какая-то Вещь Может Доставить Определенную Приятность Мне Но Через Это Я Поблагодарю Бога Потому Что Иметь Материальные Блага Для Нас Тех Кто Знает Бога Мы Понимаем Что Они Приходят От Него Он Даятель Мы Не Просто Видим Какой-то Подарок И Благословение Как Кто-то Какой-то Конкретный Человек Дал Да Мы Благодарим Этого Человека Но Мы Видим За Этим Стоящего Отца И Господа Который Избрал Его Как сосуд Как инструмент Благословить Нас И В конце Концов Хвала Воздаётся Господу Иногда Господь Хочет Просто Сделать Нам Приятное Потому Что Мы Задействованы В том Чтобы Делать Приятное Ему Подытожим Вступление Итак Первое Материальное Сотворено Богом Я не говорю Что стулья Сотворены Напрямую Богом Или Компьютер Хотя Технологии Земные Приходят С небес И разработки И новые Проекты И изобретения Они приходят От Господа Конечно Что-то Производят Китайцы Большинство Производят Сейчас Китайцы Мы понимаем Это Но что я говорю В общем Что материальная Сфера Бытия Земля И всё Что на ней Господни И то Что Он Сотворил Видимое Материальное Так же Это не сделал Дьявол Это не сделал Мамона Это не сделал Никакой другой Дух И никакая Другая Личность Второе У нас У каждого Своя Шкала Значимости И ценности И мы Оцениваем Материальное Согласно Этой Шкалы Где-то Мы научились Где-то Кто-то Научил Нас Где-то Это врожденное Вложенное В нас От Господа Где-то Приобретенное Через Определенные Знания Но мы Измеряем Материальность Ценного Материального Ценности И измеряем По Шкале Которая Есть Внутри Нас И для кого Что-то ценное Для другого Оно не будет Совершенно Ценным И вообще Значимым Кто-то Может в это Вложить Гигантские Суммы А кто-то И копейки Не даст Потому что Для него Это будет Просто Ничто Следующее Что Мы должны Видеть Материальное Как не просто Нечто Материальное А как то За которым Стоит Духовные Силы Божьи Силы Бог Его Ангелы И демонические Силы Дьявол Мамона И бесы Которые Могут Влиять На Материальное Которые Могут Воздействовать Через Материальное И Соответственно За финансами Напечатанными Бумагами Стоит Духовная Сила Также Мы отметили Что Материальное Недвижимо Само По себе Оно Движимо По законам По материальным Законам Которые Бог Вложил И По духовным Законам Где Материальный Закон Сеяния И Жатвы Соединен С духовным Законом Сеяния И Жатвы И Другим Законом Также Законом Притяжений И Так Далее Законом Распределения И так Далее То есть Мы понимаем Что само По себе Ничего Не движется За любым Движением Есть Дух Который Инициирует Это Движение Следующее То что Материальным Мы Мы По-прежнему Должны И Служим Богу Служа Ему Напрямую Как Мы Используем Аппаратуру И Инструменты Чтобы Непосредственно Славить Его Также Через Даяние Благословения Других Вкладывание Материального В других Материальной Помощи Других Верующих И неверующих Мы Служим Также Господу Потому что Люди Видят Наши Добрые Дела И Прославляют Отца Нашего Небесного Также Мы Понимаем Что Материальное Если Мы Посвящены Богу То Все В моей Жизни Должно Быть Посвящено Богу Не только Духовное Не только Мои Духовные Таланты И способности Но Материальное Мое Окружение То Что Я Имею Материальное В своем Наличии Должно Материальном И То Что Материальное Не должно Быть Приоритетом Оно Важно Но Оно Не на Первом Месте Что Мы Прежде всего Ищем Господа Ищем Царство Божьего И Праведность Его И Через Это Будут Активироваться Активизироваться Законы И Все Остальное Будет Находиться В приложении К Нам Когда Мы Не Стяжаем А Когда Мы Даем Такая Гимнастика Духовная Когда Мы Даем Нам Прилагается Когда Мы Стяжаем От Нас Отнимается И Последнее Материальное Важно Наше Отношение К материальному Миру Важно Потому Что Мы Есть Материя Тоже Мы Не Только Дух Мы Не Только Душа Мы Не Только Сердце Мы Не Только Невидимая Часть Нас Но У Нас Есть Физическая Материальная Часть Которым Является Наше Тело И Вот Это Тело Материальное Наша Физическая Часть Храм Святого Духа Не Наш Дух Храм Святого Духа Не Наша Душа Храм Святого Духа А Наше Тело Храм Святого Духа. У Бога есть физический храм в нашем лице на земле, и Он ходит в нас. И до тех пор, пока существует материальное устройство и структура бытия, мы прямым образом будем задействованы в этом, в ней. И мы должны учиться взаимодействовать в среде материальном. Благословляю вас этим.